Есть ли жизнь на Марсе? Где живут лунатики? Что такое чёрная дыра? Эти вопросы давно интересуют всех учёных-астрономов нашей планеты. Следующий герой точно знает, где наше место в космосе. Сколько спутников у Меркурия и колец у Сатурна. Встречайте маленького астронома из Киева Захара Захаренкова. Встречайте маленькую астрономию. Ага. Расскажи, пожалуйста, где тут планета наша? Есть наша с тобой? Ага, вот. Вот это зелёная? Угу. А где тут Захар Захаренков и Андрей Даманский? Где мы стоим здесь? Покажи. Вот. Вот тут вот мы как раз и стоим сейчас. Вот это мой дом. Вот здесь мы. Понял? Ну, почти. Ну да, почти. Скажи, пожалуйста, а у планеты Земля есть соседи планеты? Только Марс. Только Марс. Ага, только Марс. Са, скажи мне, пожалуйста, а на Марсе мы можем жить? Нет. Нет, почему? Вот смотри, вот они оп, соединились. Мы с тобой перепрыгнули. И тоже только не зелёная, а красная будет планета. Ну нет, мы же ж не можем перепрыгнуть их. Небо же ж очень высоко. Что ты знаешь про планеты? Что, что они, что они, я запутался что-то. А скажи, пожалуйста, а мы сможем с тобой, ну, пойти в планетарий, и ты мне про эти планеты всё-всё-всё расскажешь? Ну, да. Да-да-да-да. Хорошо, Захар Захаренков. В таком случае я подготовлю всё для этого похода, куплю билеты. Планета Данилевич прямо по курсу. Сейчас ты к ней подлетишь, и она будет с тобой разговаривать. Да? Да. Идём. Аккуратно, это Солнечная система, а это Захар. Давай руку. Так, Захарушка, теперь подползай поближе ко мне. Это наша Солнечная система? Ага. Наша, наша. Я понял. Смотри, что случилось. Это с планетой Нептун, да, беда случилась? Ага, ой. Ты меня током ударил. Видишь, током ударил. Это там взрывы идут. А вот это вот что? Меркурий. Меркурий. Так, а Земля наша? Вот она, да, самая красивая. Вот эта. А спутник у Земли есть? Ага, месяц. Луна, да? Ага. Послушай, а лунатики где живут? На Луне. А они добрые? Ну, добрые. Значит, они любят конфеты, сладости, да? Ну да. Но я не люблю много конфет и сладостей, потому что может заболеть животик. И зубки отпадают. Посчитай, сколько у меня зубов. Нет, 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 нет. Что? Мне про зубы твои неинтересно говорить. Мне больше с тобой интересно говорить о космосе и о планете. Да? Да. Итак, лунатики живут на Луне, и они добрые. Угу. Скажи, вот как они проводят свое время, лунатики? Чем они занимаются? А знаешь, что такая тарелка летает в космосе? Называется летающая тарелка. Кто управляет этой тарелкой? Иннопроницяне. Много их? Два человека? Три? Сто. И все за рулем? Ну нет. Работают. Они работают. Работают. Ага. Так. Как они общаются между собой? Рррр. И понимают при этом друг друга, да? Угу. Как они выглядят? Вот так. Я на воздухе рисую. Это глаза? Нос? Нет, нет. Это ушки такие. Голова. Бьёвы злые. Глаза. Они злые? Ага. Нос, лёд грустный, и щёчки, и туловище, ючки и ножки. Напомни всем, Захар, сколько тебе лет? Четыре. Четыре года. Ага. Он уже взрослый совсем. А сколько у тебя детей? У меня один сын. Ага. Да. И четыре дочки, да? Нет, это у Даманского четыре дочки. А, точно. Да, а у меня сыночек, ему вот два годика практически исполнилось. Маленький совсем. А как его зовут? Тимофей. Тимофей. Очень стешно ты назвал. Мне нравится. Да. Что ты там ищешь? Зачесал. Зачесал? Ну, почеши. Хорошо. Послушай, Захар, ну ты уже взрослый, тебе не два года, тебе четыре, и ты увлекаешься чем? Планетами. Допустим, инопланетяне находятся где-то далеко в другой галактике. А мы с тобой в какой галактике? Млечный путь. Ты сам смастерил эту конструкцию? Мне мама помогала. Вот смотри, где моя мама и папа сидят. А, вот же они. Так, здравствуйте, уважаемые родители. В каком возрасте вы обнаружили такой интерес у сына к космосу? Ну вот примерно полтора года где-то он увлекается планетами. На Святого Николая, да, подарили ему большую такую энциклопедию про космос. Красивую, добротную. Вот, ну и плюс разные мультики и обучалочки в интернете его интересуют. Кто кого увлекает в космос? Он вас или вы его? Он вас. Он знает гораздо больше. Захар. Юджик. Захар. Что? Ты уже отдохнул? Ну нет еще. Ну давай полежим. Давай, я с тобой прилягу тоже. Скажи, чего? 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 Слушай, а ты кем хочешь стать? Космонавтом. Я на еде полечу. А меня возьмешь? Ну, ну да. А Даманского? Ну да, да. Да, возьмешь? Ага. Подожди. А где Даманский? Сейчас придет. Ты уже собираешь команду в космос? Да нет. А кто будет командиром этого космического корабля? Я. Скажи, можно я буду управлять кораблем? Ну, нет, я буду. Кто будет нам готовить есть? На космическом корабле нету пола яв. Так мы что, голодными будем летать в космосе? Угу. Будем. Слушай, я не могу. Я люблю покушать. Ты любишь есть? Ага. Какое твое любимое блюдо? Эм. Любим. Тортики. Тортики. Знаешь что, вот, кстати, у Даманского есть кулинарная передача. Какая? Может, пускай он нам делает тортики в космосе? Хм. Да? Ты чего? Я круче всех, я знаю. Ты круче всех. Ладно, Захар, круче всех. Сейчас проверим мы твои знания космоса. Готовки с пытанием, которые приготовил мой коллега Даманский для тебя. Ага. Да? Ага. Тогда давай поприветствуем его на этой сцене. Лечу. Захар, Захаренков, космонавт, иди ко мне сюда. Иди сюда. Давай, давай, давай. Не могу, а мы тебя достанем. Спасибо. А ты так два тортика умял, я так чувствую, перед съемочкой, да? Ты что? Три? Нет. Нет, вообще нет. Нет, нет, вообще. Вообще. Если что, дочки это у меня. Да? Четыре. Да, а как их зовут? Лада, Василина, Кира и Вера. Да? Ага. Смотри, Захар Захаренков, я подтащил сюда настоящий столичный планетарий. Давай смотреть в огромный иллюминатор, где будут появляться разные... Планеты. Планеты, думаешь? Ага. Ну давай, полетели. Итак, друзья. Да, мы запаслись космическими тортами и видим, что это? Солнце. Солнце. Ага. Это солнце, это планета? А что это? Он звезда. Это звезда? Ага. А скажи, пожалуйста, а почему солнце такое горячее? Ну потому что горит. А чего оно горит? Атомы водоиода вырезаются и получается энергия. И вот за счет этой энергии вот так вот жарко, да? Ага. После солнца первая планета какая? Меркурий. Можно жить на Меркурии? Ага. Почему? Потому что он горячий очень. У него есть спутники? Ага. Все, Меркурий свободен. Какая следующая планета? Венера. Венера. А кто-то был на Венере из людей? Не было. А почему нельзя на Венеру полететь? Потому что на ней кислородные дожди. Дальше. Земля. А спутники есть? Только один. Как называется? Месяц. Землю мы покидаем и летим к следующей планете от Солнца. Какая? Майс. Марс. А на какого цвета Марс будет? Красный. Красный Марс. Какие у Марса есть спутники? Двое. Как называются? Деймос и Фобус. Давай пролетели, Деймос и Фобус. Летим к следующей планете. Какой? Юпитер. Юпитер. Ага. Ой, на какую красивую конфету он похож. Да. Я бы жил на такой планете. Вот смотри. Что? Пятно красное. Красное пятно. Красное пятно. Это что за пятно? А, в него врезался метеорит. А спутники есть у Юпитера? Угу. Много? Угу. Сколько? Шестьдесят семь. Шестьдесят семь? Ага. И ты все их знаешь? Они называются Калиста, Европа, Гальнемет и Ио. И Ио? Ага. И следующая планета какая после Юпитера? Сатурн. Сатурн. Ой, а что это вокруг него? Кольца. Кольца Сатурна? Ну-ка, какие же спутники есть у Сатурна? Вон они вокруг него крутятся, как горошинки. Ну да. Давай, рассказывай, как они называются. У шестьдесят три у него спутников. У Сатурна спутники шесть... Да, Мимас, Япит, Ятефия. Да, ну все, оставляем Сатурна. У Сатурна шестьдесят три спутника, но мы его оставляем. С его спутниками ему не скучно в такой компании. И летим к следующей планете. Это планета... Уран. Уран. Она большая? Вот такие. Маленькая. Ну как, такая, как мы с тобой? Или поболее? Поболее. Поболее. Больше Земли? У него двадцать семь спутников. Надо их всех перечислить. Ари. Миян. Ари. Убийон. Аберу. И Титания. И Титания. И Титания. Молодец. Браво. Титания самая большая. Летим к следующей планете. Надо сказать, как она называется. Нептун. У него тринадцать спутников. Сау, Лариса, Нигейда, Галимеда. Галимеда и Нериида. Неразлучные подружки. А есть еще... Тритон. Тритон спутник есть у планеты Нептун. Ну все, покидаем. Покидаем. А куда дальше полетим? К Плутону. К Плутону? Это следующая планета? Ага, следующая. У него нету никогда спутников. Он карлик. У него нету спутников. Мало того, его продолжают обижать. Его некоторые даже за планету не считают. А вот у Захара Захаренкова появится огромное количество друзей, в том числе и инопланетных. Потому что такой мальчик, который знает все про Солнечную систему, не может оставаться без друзей. Всегда будет душой компании. Захар, мы желаем тебе все дальше и дальше заглядывать в глубины космоса и разгадывать загадки нашей Вселенной. И теперь я точно знаю, кто сможет снова собрать нашу Солнечную систему воедино, если она вдруг рассыпется. Медаль «Круче всех» и подарок для Захара в студию. То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех, у тебя все получится. Труче всех, круче всех, круче всех, круче всех! Продолжение следует...